Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Здравствуй, любимая страна. Начало третьего в российской столице. Вы слушаете и смотрите программу «Лучшее в стране» в эфирной студии Роман Шахов, Лиза Калинина и наши гости. С радостью представляем. У нас в студии сегодня находится художник, креативный директор и куратор центра Artplay Яша Егорская. Яша, здравствуйте. 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 Вот сразу скажем, кто не в курсе, Artplay сейчас самое модное место в столице, мне кажется. Даже в двух столицах. И в Питере, и в Москве. Ну, два Artplay. В Москве и Московске, в Питере и Питере. Да, но тем не менее. У вас сейчас много выставок таких нашумевших. Вот одна из них, которая идет с 16 июня, она уже продолжается сейчас, это мультимедийная выставка, которая называется «Ван Гог. Письма к Тео». Мы с нее, наверное, начнем. Или в двух словах все-таки о пространстве. Давайте, наверное, да, в двух словах о пространстве, потому что Artplay это такой мини-город. Это люди, которые живут очень своей культурной, творческой, архитектурной, дизайнерской жизнью. И они образовали вот такой город, населенный, собственно, такими же персонажами, такими же шоурумами и такими же мероприятиями. И кроме того, что мы вот образуем такие интересные места, мы еще занимаемся разработкой, собственно, мультимедийных выставок. И возим их по России и по Европе, и не только по Европе, мы даже в Индии показывали наши выставки. Собственно, а вот про Ван Гога это как раз мультимедийная выставка. Мультимедийная — это, в общем, полигональная проекция. Соответственно, ну, я даже не знаю, с чего начать, да, если вы никогда не видели. Это когда проецируется изображение вокруг вас, 360 градусов, и в нашем случае еще и на пол, и вы погружаетесь в ситуацию, да, такой, ну, как бы внутри живописи, внутри картины. Мы по-разному придумываем наши выставки. Иногда это бывают выставки только про погружение, чтобы вы почувствовали, да, эффект от художника и такой мощный хайп, да, современными словами. Иногда это бывают, наоборот, очень исторические, очень сложные работы. Иногда это бывают натурные съемки. То есть бывает совершенно по-разному. А погружение в картину, вы можете ее оживить, например, взять? Немножко сдвинуть там что-то? Конечно, ну, то есть технически это без проблем, это понятно. И даже у нас есть такая специальная инсталляция в зале перед входом на выставку, которая называется «Войди в картину». Ты можешь зайти между слоями в картине и сделать такую себяшку на память, как ты вошел в картину Ван Гога и запечатлялся. А то, что касается самого мультимедийного зала, я, поскольку художник, я очень трогательно отношусь к художникам, и мы ни в коем случае не буду двигать их изображение без их разрешения. Как мы понимаем, с Ван Гогом посложнее с разрешением. Сложно, да, получить разрешение. Конечно. Безусловно, там есть некий моушн-дизайн, там есть движение, но в основном мы двигаем само полотно или некие важные элементы или важные образы, но стараемся не сильно вторгаться в тело картины. Ой, как это здорово. Ну, надо сказать, что арт-плей — это не только выставки, это и спектакли, и лекции, и концерты, да? То есть это такой целый мир, искусство. Точно. Арт-плей — это такая целая жизнь. На самом деле, я открою вам большой, наверное, секрет. Мы там делаем, в общем, во многом то, что нравится нам самим и то, что мы хотим. Это бывает иногда дико стихийно. То есть вот раз мы познакомились с каким-то музыкантом, он классный, он выдаёт потрясающие сэмплы, мы сразу понимаем, что его нужно срочно привезти к нам. Или просто ребята, у нас бывают ситуации, когда ребята-музыканты тусуются на территории, им просто хочется сыграть, они берут гитары, берут инструменты и играют. У нас, например, есть небольшой веганский ресторан, там очень часто, особенно летом, на веранде собираются музыканты, и довольно раскрученные, и малоизвестные, и молодые, которые играют свои, соответственно, записи, ну, живут. Это только в Москве или в Питере тоже? Пока это только в Москве, потому что в Москве площадка старше, мы уже обжились, и у нас такой уже старинный персонал, старинные друзья. А в Питере мы всё-таки не так давно открылись, мы там обживаемся и надеемся, что тоже придём к тому же, собственно. Все подробности, дорогие друзья, мы узнаем совсем скоро, и будем уже говорить непосредственно о выставке «Ван Гог. Письма к Тео». Будет безумно интересно, оставайтесь с нами, и вы, наши гости, можете задавать вопросы, я думаю, что Яша с удовольствием ответит, группа ВКонтакте «Страна.ФМ», и WhatsApp Viber 909-928-189-9, пишите. Нас не остановить, друзья, мы тянемся к высокому и приглашаем замечательных гостей в эфир телерадиоканала «Страна.ФМ». Художник, креативный директор и куратор центра «Артплей» Яша Еворская сегодня на телерадиоканале «Страна.ФМ». Да, и мы давайте поговорим о выставке «Ван Гог. Письма к Тео», которая стартовала 16 июня до 16 сентября, есть еще возможность ее посмотреть, посетить. Кому она будет интересна в первую очередь? Как вы считаете, Яша? Мне кажется, она будет интересна всем. Одним будет интересно посмотреть на технологии, да, и на вот это ощущение, когда Ван Гог тотально вокруг тебя. Тем, кто любит Ван Гога, ну, безусловно, полезно будет обновить свои знания. А тем, кто кажется, что они что-то уже знают про Ван Гога, мы постараемся тоже дать что-то новое. Выставка, собственно, называется «Письма к Тео», потому что там озвучены письма Ван Гога к Тео, и Тео, собственно, его брат, который содержал его, и который, в общем-то, для нас Ван Гога и открыл. Потому что если бы не его финансовую помощь, мы бы никогда о Ван Гоге не узнали. А мы бы художником даже не стал, если бы не Тео. Да, все верно. Ну, то есть у него были внутренние позывы стать художником, но у Ван Гога было много внутренних позывов. Но, как мы понимаем, краски на что-то надо покупать, и в данном случае его содержал Тео, он бесконечно писал ему письма. Верил в него. Да, он верил в него, он очень его поддерживал. И во многом эта выставка вот как раз про это, про то, как важно, чтобы был человек, который тебя поддерживает. Мы даже сделали в аванзале выставки такую достаточно забавную инсталляцию. Вы можете написать письмо в любую точку мира, написать адресом, и все эти письма, безусловно, разошлем. Круто. Еще такой интересный момент. Кто озвучивает эти письма? Вот поделитесь секретом. Да, это прекрасная история. На самом деле, сам проект мы сделали давно, и долго думали над озвучкой текстов писем, долго выбирали претендента. Ну и тут случился чемпионат мира. Мне кажется, это очень важное событие для нашей страны, и мы тоже не смогли обойти его стороной, поэтому мы попросили озвучить письма Василия Уткина. И Василий сразу сказал, знаете, я всегда, просто всегда мечтал стать Ван Гогом. Мы очень быстро сделали запись, он очень классно отработал, и получился вот такой забавный проект. То есть, получается, когда... Мы же не были, мы не знаем, мы предполагаем, когда посетители заходят в пространство... Что происходит, расскажите. Что? Василий их встречает уже своим голосом? Как это всё идёт? Это идёт как мультимедийная выставка, соответственно, вы видите проекции, они разделены там условно на блоки, то есть они как бы сюжетно, эмоционально развиваются, и вы слышите озвучку, которую как раз читает Василий тех или иных писем. Как правило, это короткие пэкшоты перед каждым таким небольшим блоком, да? Он как бы так эмоционально настраивает вас на следующий блок картины. У кого в навигаторе тоже голос Василия Уткина. Да, мне кажется, это ещё такой очень родной всем голос. Да, уже, да. Даже тем, кто не болеет в голове. Сколько по времени необходимо заложить, чтобы посмотреть выставку полностью? Да, вот час, два, полдня. Как Вы посоветуете? На самом деле универсального совета нет. Я бы заложила примерно час. Мультимедийный цикл идёт 35 минут. Многие смотрят его два раза. Кто-то любит посидеть там, посмотреть, подумать о своём. Кто-то больше времени проводит в аванзале и там тоже пишет письмо близким. И на это тоже, конечно, уходит время. Опять-таки на поездку в Artplay, мне кажется, вам нужно заложить времени немножко побольше, чтобы успеть подняться на последний этаж второго строения, посмотреть на Москву с высоты. Погулять по территории. Зайти. У нас много маленьких галерей. Например, у нас сейчас есть маленькая галерея Proun, которая показывает классное современное искусство. Магазины классные. Есть рестораны, всегда есть где перекусить. А если вы остались до ночи, то, конечно, у нас есть пара злачных мест. Хорошо. Есть ли пара детских мест? Потому что с детьми можно ли прийти? Конечно, можно. Конечно, можно. С детьми можно и нужно. Мы страшно лояльная площадка по отношению к детям. И мне кажется, это важно сейчас очень для Москвы быть лояльным. И как бы, ну, правда понимать, что мы живём в одном общем мире. Это очень классно, когда дети тусуются здесь же с вами. Поэтому к нам можно прийти с детьми, ну, прям с самого рождения. А вот именно эта выставка, с какого возраста её лучше посещать? А, да? Конечно. Ничего такого страшного мы вам там точно не покажем. По крайней мере, ничего страшнее, чем картина Ван Гога, вы там точно не увидите. Ну, хорошо. У вас какая любимая картина Ван Гога? Какой он для вас вот любимый? Вы знаете, я люблю Ван Гога совершенно не за картины. Во-первых, я люблю Ван Гога. Ну, понятно, что это ещё очень сильный персонаж, да? Мы же обожаем, когда кроме картин есть ещё какая-то трагедия. Он, конечно, дико трагичный. Во-вторых, Ван Гог, безусловно, стал брендом. И на самом деле, мне кажется, что многие перестали видеть, что конкретно он рисовал. Все знают «Звёздную ночь», «Кафе в Орле», там прекрасные ирисы подсолнухи. Но это всё настолько устратило смысл из-за того, что мы видим это там на свитшотах, на сумочках, на чехлах, на заставках, на рекламе. Поэтому очень... Мейнстрим такой, да? Да, это такой мейнстрим, и это уже стала такая картинка в картинке. Мы совершенно забыли, про что был Ван Гог. А Ван Гог, на самом деле, очень тонко относился к краскам. Он в этом смысле был немножко мистик. Он эти краски ассоциировал с жизнью, с тем, что происходит, находил в ней глубокий смысл. Его ранние гуманистические работы, когда он рисует там тяжкий быт крестьян, они все очень тёмные. Вот, пожалуй, кстати, моя любимая «Едаки картофеля», тоже довольно популярная. И там краски и атмосфера передаёт как бы тяжёлый быт, да? То есть мы не просто видим людей, которые картошку едят, как мы на даче. А он пытается показать именно напряжение некое, да? И вот это напряжение как бы быта этих шахтёров. Его поздние работы, которые относятся к югу Франции, они, ну, безусловно, да, мы видим цвета юга Франции. И классно именно это, что ты можешь через цвет почувствовать совершенно другой мир. Атмосфера. Вот, да. Для меня Ван Гог, он, конечно, в этом. Я очень стараюсь абстрагироваться от той мейнстримной волны, которая возникает на фоне его популярности. Продолжим нашу лекцию. Дорогие друзья, несколько минут паузы, и мы вернёмся. Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Дамы и господа, Яша Егорская во Врежневу в гостях у телерадиоканала Страна.ФМ. Мы вас зазываем в арт-плей, рассказываем, как там классно. Да. И остановились, говорим о выставке мультимедийной Ван Гог, письма к Тео. У меня такой вопрос, Яш, скажите, публика, если не очень подготовлена. Нужно ли перед этим посмотреть много документальных фильмов, чтобы оценить Ван Гога? Либо там всё расскажут, покажут, ну или прочитают? В общем, как быть? Там, конечно, всё расскажут, покажут, и мне кажется, что как раз хорошо бы посмотреть фильмы после, если захочется. Я искренне надеюсь, что захочется. Или почитать что-то после. Очень рекомендую почитать Эрвинга Стоуна «Жажда жизни». Это книжка, которая, собственно, она очень художественная, она очень красиво написана, она описывает всю историю Ван Гога. И то, что мы так любим, история с ухом, там тоже преподана несколько иначе. А так вы можете прийти совершенно не готовясь, и мне кажется, главная задача конкретно этого проекта действительно погрузить вас в ситуацию художника, который пишет такое огромное количество картин, который создаёт вот эти свои удивительные миры, тёмные, яркие, разные совершенно. А сколько он вообще написал картин? Есть данные? Представляете, не помню, но какое-то дичайшее количество, потому что у него были периоды, когда он писал картину в день. Он писал это, собственно, недолго у него. Всего 10 лет в период его художественной жизни, но он безумно, конечно, трудолюбивый. Вот такая работоспособность ещё поражает. Удивительно. Да, это да. Вот вы говорили, что можно приходить с детьми. То есть первый посыл — это взаимоотношения с братом, что он его поддерживал. Конечно, семья такая. А второе, что, я так понимаю, Ван Гог, вот мы тоже поговорили за эфиром, очень лёгкие в плане работы, ну то есть он не самоед, как его иногда презентуют. Вообще не самоед, это работы, которые созданы на одном дыхании. Потому что стеотип был такой, что он такой весь сложный, заморачивался. Нет, ни в коем случае он заморачивался на совершенно другом. Ему было интересно, какой слой краски, как выстроена композиция, как завернуть мазок на таких специальных, профессиональных штуках. Ну потому что он был экспериментатор, он жил во время экспериментов. Это 19 век, техническая революция сделала мир вообще другим. Появились импрессионисты, которых Ван Гог видит в Париже. И они тоже, они как бы совершенно, это не те художники, к которым привык мир. Они не пытаются написать там похожий портрет собачки. Они пытаются написать похожий воздух. А как написать в живописи воздух, совершенно непонятно. И вот эта волна экспериментов как бы поглощает Ван Гога все его работы, это бесконечный эксперимент. Здорово, конечно. Но всё равно почитайте предварительно что-то про него, чтобы вы знали, пошли готовы. Это считается какой стиль? Постмодернизм? Это постмодернизм. Это постимпрессионизм. Постмодернизм у нас сейчас, собственно, проявился импрессионизм в связи с технической революцией, когда художники начали экспериментировать с цветом, со светом. Там же появился пуантелизм, когда ты отходишь подальше и видишь, как смешиваются эти цвета. Это, в общем, всё построено на законах оптики. Тут появляется Ван Гог, приезжает в Париж. Он начал писать до Парижа. Ну, собственно, потом он, конечно, приезжает в Париж, знакомится с Гогеном, со всеми там, стулы с Малатреком, со всеми прекрасными художниками. И начинает немножко другой эксперимент. Он не про оптику и не про, как бы, физические свойства краски. Он, скорее, про быстроту, про цвет, про, как бы, символичность этого цвета. Друзья, у нас сейчас очень символично необходимая в эфире пауза, после которой мы вернёмся. Оставайтесь в компании «Страны.ФМ». Дамы и господа, до конца этого часа в эфире телерадиоканала «Страна.ФМ» всё у нас дышит высоким искусством. Яша Еворская у нас в гостях. Мы говорим о том, как классно сходить в арт-плей и посмотреть замечательную выставку. Да, говорим о выставке, напомню, «Ван Гог. Письма к Тео». Сколько народу вмещаете вы? Через единоразово? Да, единоразово. Единоразово в зал влезает 300 человек. 300 человек. То есть, в принципе, попасть можно, не надо переживать. Попасть можно, конечно. Приходить лучше в будни, наверное. Приходить лучше в будни. Во-первых, у нас есть линейка цен, которая активно призывает пользователей приходить в будни. А давайте об этом расскажем. В будни цены дешевле, выходные цены повыше. И, соответственно, там отдельно есть ценовая сетка для семей с одним с двумя детьми. Есть отдельная ценовая сетка для групп. Так что очень выгодно собираться целой группой. И для студентов у нас скидки есть? Да, у нас там прям большая линейка ценок. Можно посмотреть на сайте. Artplay.ru Яш, вот расскажите, Василий Уткин, он рассказывает для всех? Или, может быть, есть возможность взять экскурсовода и пойти вот с экскурсоводом? Как устроено? Василий Уткин рассказывает для всех. Да, безусловно, у нас есть опция, можно заранее забукировать экскурсовода, который расскажет вам про Ван Гога. Такая опция тоже присутствует. Это, так сказать, up to you, как вам больше нравится. Погрузиться в атмосферу. Конечно. Но, в принципе, можно и без гида. В принципе, конечно, можно и без гида. Собственно, мне кажется, сейчас доступность информации очень большая. И, правда, если вы читали Стоуна, вам этого достаточно будет. Или хотя бы просто эмоционально воспринять ситуацию. Тоже хороший, мне кажется, опыт. Еще хотелось бы поговорить про Artplay, в принципе, про эту площадку. Почему, как вы считаете, вы тоже художник, вы в этой сфере уже давно. Почему возникла такая потребность, чтобы воедино создать... Сколько у вас там? 6 тысяч квадратных? Уже больше. Уже больше. Теперь управляем соседним заводом Плутон. Ой, ну сколько там. Захватили Плутон. Десятки, да. В центре столицы создать вот такое вот пространство, оно фактически востребовано. То есть, как бы, нужно было время и место, чтобы это все случилось? На эту тему, как говорится, у меня есть история. Пожалуйста, легенда. Да, фактически легенда. На самом деле, это не российский стартап, это, безусловно, европейский стартап. В хорошей европейской практике, когда заводы остаются бесхозными, и с них съезжает, собственно, заводской персонал и само производство, такие заводы виснут на балансе города и, естественно, требуют достаточно большого бюджета на содержание. Это очень невыгодно для города. Это неприятно для жителей, потому что ты получаешь в центре города такую неприятную заброшку. И в Европе таким образом реновируют такие территории, то есть, отдают их в управление, чтобы возникали культурные кластеры, которые снимают, соответственно, это с бюджета. Плюс культурные кластеры, это, безусловно, выгодная история с точки зрения маркетинга. И плюс это культурная точка для района, то есть, туда приезжают иностранцы, туда ходят гости. Есть чем развлечься жителям города. Соответственно, в Москве, конечно, естественным образом это происходит несколько иначе, но логика та же. Изначально, когда создавался центр дизайна ArtPlay, его создавали два наших любимых персонажа, они до сих пор, естественно, работают у нас, входят в состав совета директоров. Один из них архитектор, второй из них занимается маркетингом профессионально. И вот на стыке двух, наверное, таких больших блоков архитектуры и маркетинга возникла сама концепция ArtPlay. ArtPlay несколько раз переезжал с момента вообще своего самого первого дома и обрастал новой тусовкой, конечно, архитекторов, дизайнеров, художников, музыкантов. Просто сейчас это все приобрело вот такую глобальную территорию завода, на которой мы живем и разрастаемся. Куда еще будет расти ArtPlay, мы узнаем очень скоро, друзья. Да, оставайтесь в компании «Страна ФМ», сделаем маленькую паузу, а потом продолжим. Танцуем мы вокруг искусства в этом часе, и вы тоже вместе с нами, кружитесь, друзья. Итак, я хочу напомнить, что у нас в гостях сегодня Яша Егорская, художник, креативный директор и куратор центра ArtPlay. Вот часто встречается слово в ArtPlay — мультимедийный, мультимедийный. То есть давайте объясним сначала, что это, в каких формах это все проявляется, потому что выставок много, не только про Ван Гога, о котором мы говорим. Вот в чем еще эта мультимедийность есть в ArtPlay? Ну, в таком близком к мультимедийному формату у нас есть еще выставка «Самскара». Она сейчас идет на крыше. Популярная достаточно. Да, тоже достаточно популярная выставка. Она сделана по иллюстрациям художника Андроида Джонса. Это совсем уже такие 3D-миры. Ее стоит посетить, наверное, чтобы погрузиться вообще в принципе в иную реальность. Вот она скорее про это. Там есть и VR-технологии, там как бы она технологически достаточно симпатична сделана. VR-это в очках, да, получается? Да, дополненная реальность. Да, да, да. Ну, вы одобряете это или все-таки за классическую форму? Это же на моей территории, конечно, одобряем. Ну, вообще, вот не слишком ли этого много сейчас? Одно дело, когда ты только начинаешь, это модно. А сейчас, мне кажется, уже... Не затмит ли это искусство? Ну, да, наверное, как-то так. Я в лучших традициях пребываю в моменте. Знаете, мне как бы жизнь вообще нравится в тех проявлениях, в которых она есть. Я не пытаюсь ее ни обогнать, ни уйти назад в свои воспоминания. Безусловно, для меня, ну, просто для меня мир меняется, и это очень круто. И это как бы совершенно другое преломление реальности, потому что, наверное, когда есть мультимедиа, ты совсем по-другому относишься к артефактам. Мне кажется, это хороший слом реальности для самих музеев, чтобы осознать артефактность, которую они сохраняют. И для нас, чтобы понять, что когда ты стоишь перед оригиналом того же Ван Гога, Гогена, да неважно, когда ты стоишь перед оригинальной работой, это совершенно иная история. Попробуй использовать тот же опыт мультимедиа, раскрутить ее так в своей голове. Попробуй родить из нее собственные миры и понять, на что ты смотришь. Вступи с ней, в конце концов, в диалог. Мультимедиа — это некий ответ на текущую ситуацию в мире в целом. Мы, мне кажется, очень сильно абстрагировались от искусства в какой-то момент, и тем более в России. Мы потеряли вот это вот такое ультрамодное, знаете, звено, когда... Такой острый интерес, да? Ну, конечно. У нас в какой-то период наступил соцреализм. Это была, с одной стороны, очень хорошая история и очень понятная. С другой стороны, мы совершенно упустили весь авангард и то, что происходило в Европе. Мы пропустили, как же там родились эти треугольнички и квадраты, которые, как ни странно, вдруг появились у нас там в Малевиче и в Кандинском. Мы совершенно не поняли, как к нам пришел перформанс и откуда все эти странные инсталляции. И, наверное, в частности, и в ответ на это возникает мультимедиа как способ объяснить, как способ прийти к зрителю, как способ с помощью современных технологий вступить в диалог и постараться зрителя заставить задуматься. В том числе и о современных работах, чтобы, когда вы приходите в музей, неважно, смотрите вы на полотно, на холст масла или на инсталляцию, вы попробовали спросить, а что я чувствую по отношению к этой работе. Для этого не надо быть экспертом, а все необходимое, что вам нужно знать о работе, как правило, музеи вешают рядом на этикетке. Подростки приходят, много их. Это же тоже один из способов завлечь молодых людей. Подростков приходит очень много по понятной причине текстовая. Но, как мы понимаем, текст немножко ушел сейчас назад в конкретном моменте, а картинка вышла вперед. Мы все пользуемся инстаграмами, фейсбуками, бесконечными социальными сетями. Нам легче воспринимать картинку. И даже те тексты, которые вы печатаете в фейсбуке, вы видите, что они у вас постятся в виде картинки. Специальная опция, продуманная, говорит нам о том, что в картинках люди воспринимают реальность легче и информацию легче. Поэтому, конечно, подростков очень много. Это очень круто. Многие из них потом пишут мне письма. Говорят, что, слушай, мы сходили после этого в музей. Мы поехали смотреть Ван Гога. Или там, мы поехали срочно в Ватикан смотреть Микеланджело. Это так здорово. То есть мы посмотрели вот эти миры у тебя и как бы совершенно по-другому поняли эту реальность. Яш, ну это потребители искусства. А вот производители, художники, как сейчас поживают? Молодежь, да. Классное разделение. Производители искусства у нас поживают... Слушайте, это очень тяжелый вопрос. Они поживают у нас плохо. Они, безусловно, поживают... Ну, у них просто нет брата Тео. Как бы по-хорошему братом Тео должно являться государство. И, в принципе, наше государство делает некие шаги к этому и учреждает некие гранты. И поддержка. Да, но, безусловно, их недостаточно. И не будем забывать о том, что наши институции практически не учат современному искусству. У нас есть классные базисные школы, да, там, сурок. У нас есть масса очень качественного образования именно живописного и художественного. Такого классического база. Классического, да. Но у нас практически не представлено образование современное, как это происходит в Европе. Поэтому очень многие уезжают в Европу учиться, к сожалению. Друзья, мы вернемся к теме. Оставайтесь и художники, особенно у своих телевизоров и приемников. Лучшее в стране. Отдаем вам ценную информацию, дорогие друзья, в компании замечательного человека. Художник, креативный директор и куратор центра «Артплей» Яша Иворская. По-прежнему в гостях у страны ФМ. Мы говорим о высоком сегодня. Итак, «Артплей». Что в ближайшее время ждать? Лето в разгаре. Осенний сезон. Дети на каникулах, да. Люди в отпусках. Ну, ждать, безусловно, после того, как пройдет лето, наступит осень, и, конечно, наступит день города. Мы подготовим отдельную большую программу. Ждать от нас, ждать внезапного и немножко странного мероприятия, которое пока мы называем Memory Garden Day. Я думаю, что оно пройдет в августе, и это мероприятие будет про смерть, как ни странно. И оно будет про то, как относятся к смерти в других культурах, да, и про то, как это происходит на самом деле сейчас. В Мексике? Нет, не в Мексике, а сейчас в новом модерном мире, в 21 веке, о том, что есть онлайн-кладбище, о том, что есть совершенно другие ритуалы, связанные с 21 веком, о том, как сохранить свой Facebook и диджитальную память о странных разработках по оживлению этих диджитальных, соответственно, воспоминаний. Ну и, соответственно, можно будет прийти и вспомнить всех, кого вы потеряли, всех, кого угодно, кто был вам близок, дорог. Это могут быть и близкие вам люди, а может быть, у вас был такой дорогой вам хомячок, что вы просто без него очень скучаете. Неожиданная такая история. Да, мы бы хотели этот день просто посвятить воспоминаниям и как бы с кем-то попрощаться, и, может быть, встретить какую-то новую жизнь для себя. А еще у нас будет совершенно противоположная тема, у нас будет очень радостная выставка, она откроется осенью, предварительно это середина или начало октября. Я пока не могу раскрыть, как она будет называться, но это будет коллаборация с очень известным мультипликационным брендом, и обещаю, что она взорвет Москву, она будет и для детей, и для взрослых, она будет про фэшн, про все модное. А когда примерно? Это будет примерно середина октября. Октября. Да. Яш, мы как об этом узнаем в соцсетях, на сайте? Конечно, вы узнаете об этом в соцсетях, на сайте, из нашей контекстной рекламы. Просто следите. Подписывайтесь на наш фейсбук, инстаграм. Да, и также концерты, я так понимаю, достаточно стихийно происходят, причем какие-то именитые музыканты крутые. Да, конечно, ну, они не то чтобы крутые, это просто наши друзья, они же тоже живые люди. Следите за нашим фейсбуком, следите за нашим инстаграмом, мы усиленно его ведем. Здорово. Вот еще скажи, вот эта выставка, которая у вас идет, вот первая ты говорила, не Ван Гог, а что сейчас проходит еще в Артуре? Ван Гог, Самскара. Вот, Самскара. Она продлится до октября, да? Она, я думаю, что она пока продлится до сентября, но за всеми продлениями опять-таки можно смотреть, потому что мы очень клиентоориентированные, мы смотрим на зрителей, если зрители просят продлить выставку, мы продляем. Просто несколько слов о ней. Выставка очень популярная, вот я тоже сюда не дойду, она такая, мне кажется, уже на слуху, то есть и даже продлевали ее, потому что люди прям просили, да? Да, конечно, ну мы всегда, собственно, продлеваем выставки, если они пользуются популярностью, если люди просятся. Самскара уже довольно долго стоит, я думаю, да стоит до осени. Ван Гога мы посмотрим, но судя по тому, что сейчас происходит, мы тоже немножко продлим. Вот какие-то такие планы. Очереди большие? Очереди небольшие, но просто поток есть, и понятно, что сейчас там чемпионат мира, и все были сосредоточены на спорте, и, безусловно, сейчас вернутся обратно. Иностранцы захаживали к вам? Иностранцы захаживали, конечно, поэтому мы сразу сделали выставку двуязычной. Яш, куда вообще идет искусство? Вот постэкспрессионизм, да, постмодернизм, что будет дальше? Ну, как-то можно прикинуть? Ну, сейчас мы на этапе такого диджитального искусства, особенно в России. Мы пытаемся понять, что делать с этими технологиями, как их применить. Но мне кажется, что в рамках любого искусства, неважно, это живопись, инсталляция, перформанс, или вы смотрите какой-то фильм, все-таки важна, наверное, идея, которую закладывает автор, и некий опыт, который он вам передает, и, я надеюсь, новый для вас. Ну, и всегда, мне кажется, правда, чем бы вы ни занимались, как бы вы ни соприкасались с культурой, очень важно этот опыт получить, постарайтесь, приложите усилия, я не знаю, откройте свой разум к новому, просто безоценочному суждению, попробуйте понять, что же мне дает конкретно эта работа. То есть не говорить плохо и хорошо, да? Не бывает плохих и хороших работ. Это важно пояснить. Бывает, ну, всякое бывает, бывает ситуация. Близко тебе или нет? Бывает, вам работа не зашла. Просто не то время, не то место. Бывает, вы видите ее второй раз и говорите, боже, да все же так очевидно, слушайте, классная мысль, это как я сразу не понял. Как вовремя она пришла ко мне, например. Конечно, да, и я очень рекомендую возвращаться к работам и делать это несколько раз. Что тут скажешь? Она к нам зашла и нам зашла, друзья. Яша Еворская в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». Приходите в «Артплей», смотрите замечательные выставки, ну и следите за социальными сетями «Артплей». Это и «Британка», и «Москва Скрим Скул», и «Москва Фильм Скул», и «РМА». Вообще мастер-классы у вас лично проходят разные лекции. Да, у нас на самом деле проходит вообще огромное количество лекций, мастер-классов и всяких интересных штук. Не проходите мимо. Все, друзья, до новых встреч. Спасибо. Лучшее в стране.